13 января отмечается День российской печати. В 1703 году в Москве вышла первая русская газета. Ведомости о военных и иных делах, достойных знаний и памяти, случившихся в московском государстве и военных окрестных странах. С тех пор печатные издания прошли долгий путь становления. Одним из старейших представителей стала окружная газета Нарьяна Вендер. Слово Екатерине Дементьевой. Гул печатных станков и запах свежей типографской краски. Здесь в печатном цехе рождаются новые выпуски, известные в Ненецком округе газеты Нарьяна Вендер. Но перед тем, как многотиражка сходит со станков и отправляется к своим читателям, творческий коллектив газеты проделывает огромную работу. Поиск, сбор и обработка материала журналистами, редакторская работа, верстка. На каждом этапе подготовки трудятся специалисты, которые знают и любят свое дело. Один из них – Андрей Чуклин, который работал обозревателем в Нарьяшке в разные периоды. Застал и подъемные годы, и переломные. Опасные моменты действительно были, особенно в определенные годы, 90-е годы, когда шла тут непростая такая была общественно-политическая ситуация, менялись власти, происходили политические большие перемены. И здесь весьма непросто было работать, и даже под угрозами было и такое. За время своего существования газета переживала вместе со страной и политические, и экономические потрясения. Временами Нарьяшка печаталась в соседних регионах, а из-за непогоды свежий выпуск просто не успевали привезти в округ. Но газету всегда ждали тысячи читателей, и во все времена писали письма в редакцию. Осталась эта традиция и по сей день. Пишут о своих проблемах, пишут о проблемах сел-сел, о проблемах школ, о проблемах детских садов. Они же живут в округе, и все проблемы окружные, им как бы их касаются, и они не остаются равнодушными. Но пишут не только о проблемах. В конвертах или на электронную почту часто приходят слова благодарности, юмористические очерки или интересные случаи жизни. Такие письма публикуют с особенным удовольствием. Вообще к Нарьяшке все сотрудники относятся очень тепло. Подолгу может говорить о своей еженедельной рубрике «Елунт» Юлия Талеева. Когда у нас появилась ненецкая тематическая страница «Елунт», она выходила на одной полосе, одна полоса не была. А потом у нас в какого-то периода, я уж теперь не помню, мы стали выходить на двух полосах. Это, конечно, очень примечательно, это для меня очень радостно, поскольку здесь все-таки можно не на широкую ногу, конечно, развернуться, но все-таки более-менее. Хранительница ненецкого языка свой приход в журналистскую деятельность называет счастливым случаем. У нее, как и у Андрея Чуклина, сегодня двойной праздник – День российской печати и День общественного радиовещания. На ненецкое окружное радио ее еще студенткой пригласили в качестве диктора-переводчика. А потом интерес к профессии подтолкнула к написанию собственных текстов. Мы писали новости. Начинался у нас трудовой день каждый день в 9 утра. Мы поднимали трубку телефона и звонили по округу, населенные пункты и добывали информацию. В этот день у журналистов принято поздравлять друг друга независимо от принадлежности к СМИ. Ведь все они выполняют одну задачу – знакомят с последними событиями региона в самых разных сферах жизни. Сейчас в регионе 10 периодических печатных изданий и всего одна радиостанция. Но хочется верить, что несмотря на количество интернет-ресурсов, люди по-прежнему будут ждать свежий выпуск газеты и включать любимые передачи на радио. Екатерина Дементьева, Вадим Стасюк, Телеканал Север.